На Беларусь 4 программа де-факто. Мы подводим итоги недели, вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Мозорскому живодеру грозит срок в России. Нашим корреспондентам стали известны подробности. Пьяному и сарай не помеха в Гомельском районе. Водитель проверил бронебойные способности своей Ауди. Взятки только задерживают на границе. Таможенники не пропустили женщину, которая предложила инспектору 20 долларов. Статистика нарушений в рейтинге протоколов ГАИ первое место занимает отсутствие техосмотра. Шекспировские страсти. В Добружском районе пенсионер решил устранить молодого конкурента при помощи самодельной бомбы. Трагедия в Рогачевском районе. Эксперты разбираются в причинах гибели трехлетнего ребенка. Почему противопожарная безопасность и не пустые слова. Поговорим с экспертом. И начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. В областном управлении Следственного комитета рассказали о прошлом мозорского живодера. Молодой человек причастен не только к жестокому обращению с животными. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. В 2007 году он был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за поджог православного храма в Мозоре. Был освобожден в 2012 году. На этот раз 28-летнего жителям Мозоре задержали за издевательство над животными. Он убивал котят и снимал это на видео. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Беларусь. 84-летний водитель мотоцикла с коляской, двигаясь по улице Чапаева, в Петрикове совершил столкновение с автобусом. В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте. 25-летний байкер в деревне Светиловичи Ветковского района неправильно выбрал скорость и упал со своего мотоцикла. Мужчина с травмами госпитализирован. В минувшие выходные 19-летний водитель, двигаясь на автомобиле Ровер со стороны Речицы в направлении Лоева, совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Форд. Последний от удара съехал в Кювет, где несколько раз перевернулся. В результате ДТП 55-летняя женщина-пассажир и ее трехлетняя племянница с травмами доставлены в больницу. А в Гомельском районе 44-летний водитель с признаками алкогольного опьянения на Ауди А6 в деревне Ивановка врезался в сарай, расположенный во дворе жилого дома. Его пассажир, 43-летняя женщина, также была доставлена в больницу. Но после осмотра и оказания медицинской помощи была отпущена домой. Гомельские огнеборцы тушили пожар в квартире многоэтажки по проспекту Октября. По прибытии расчетов к месту вызова из окон на третьем этаже шел дым. Пенсионерка 1928 года рождения проживала в двушке вместе со своим сыном, который не пережил ЧП. В бездыханном состоянии мужчину обнаружили спасатели. Хозяйку квартиры удалось спасти. Предполагаемая причина – занос постороннего источника извне. В Мозыре неизвестное подожгли палатку на мини-рынке. Пламя стало разгораться стремительно, но охрана сумела погасить его еще до приезда подразделения МЧС. Пострадавших нет, подозреваемые разыскиваются милицией. Попыталась дать взятку на границе и в итоге вообще не смогла ее пересечь. Сотрудники гомельской таможни вызвали на гражданку Украины наряд милиции за попытку скомпрометировать инспекторов. Женщина не задекларировала товар и в момент процедуры таможенного контроля решила пойти ва-банк, вложила в паспорт 20 долларов и отдала документ для проверки сотруднику таможни. В итоге ее задержали. Возбуждено уголовное дело. Количество нарушений, связанных с отсутствием техосмотра, вышло на первые строчки ежедневных сводок ГАИ. По данным госавтоинспекции Гомельской области, в регионе практически ежедневно выявляется около 200 водителей, которые управляют транспортными средствами, не прошедшими в установленном порядке гостехосмотров. Далее по убывающей идут нарушения, допущенные пешеходами и водителями, грешащими превышением скорости, игнорирование ремней безопасности, нарушение правил проезда пешеходных переходов и езда без прав. Замыкают рейтинг автомобилисты, которые садятся за руль под шофе. Таких ежедневно выявляется по 8-10 человек. На бульваре Дружбы в Мозоре дорогу не поделили Митсубиси и БМВ. В результате столкновения 61-летний водитель японского авто получил травму и был госпитализирован. Он же, по словам госавтоинспекторов, стал виновником ДТП, не уступил дорогу машине, двигавшейся по главной. Стоит отметить и тот факт, что оба автомобиля не имели допуска к участию в дорожном движении. Ревность как мотив убийства. Две недели подряд в Доброжском районе амурные отдела некоторых жителей перерастали в шекспировские страсти и закончились трагично. Пенсионер из глубинки при помощи самодельной бомбы пытался устранить конкурента, ухажера своей возлюбленной, а мужчина из райцентра до смерти избил жену, а потом повесил ее тело. Как озлобленность и месть, порожденные чувством ревности толкнули вроде бы адекватных людей на тяжкое преступление и привели к неисправимым последствиям в нашем следующем материале. 29-летняя девушка, поселившаяся не столь давно в Носовичах, взбудоражила тихую жизнь сельской глубинки. В агрогородке, расположенном в 18 километрах от Добруша, в середине сентября прогремел взрыв. 60-летний пенсионер, который жаждал любви молодой женщины, привел в действие самодельное взрывное устройство. Девушка состояла в браке, но ее 53-летний муж, купивший квартиру в этом доме, постоянно находился на заработках в соседней стране. Искрасить недели ожиданий молодой особи помогали спиртные напитки и шумные компании. Помимо пенсионера, живущего по соседству, в дом к девушке захаживал еще один ухажер – 35-летний местный парень. Он-то и стал костью в горле, которую старый воин решил удалить самым радикальным способом. Мужчина подозревается в том, что он проник на территорию домовладения своей соседки, установил на подоконник самодельное взрывное устройство и привел его в действие. В результате взрыва телесные повреждения были причинены местному жителю, который находился в гостях у хозяйки дома. В результате взрыва парень получил многочисленные порезы и ушибы рук, груди и других частей тела. Однако раны оказались не столь серьезными, и пострадавший предпочел больничной койке домашний ночлег. В доме же любовного террориста прошел обыск. Оперативниками были найдены патроны к огнестрельному оружию, дробь и сыпучие вещества, похожие на порох. Изъятые в ходе осмотра места происшествия патроны по результатам проведенной экспертизы были признаны боеприпасами к ручному стрелковому огнестрельному оружию калибров 7,62х54Р и калибра 5,45х39. Оба патрона пригодны для стрельбы. В отношении подрывника возбуждены уголовные дела по статьям покушения на убийство и незаконное хранение боеприпасов. Подозреваемый находится под стражей. Другой 60-летний ревнивец, но уже из Добруша, в минувшую пятницу лишил жизни собственную жену. Женщине в ходе семейного конфликта сначала были причинены телесные повреждения, после которых она скончалась, а потом на ее шее заботливый муж затянул петлю, чтобы сымитировать повешение. После этого мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, пошел в гараж и перерезал себе вены. Там-то его и обнаружил сын. Подозреваемый госпитализирован. Медикам удалось спасти ревнивого отела. До совершения убийства местными жителями мужчина характеризовался только с положительной стороны. Следствием назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Убийство за ревности далеко не редкость. В год мы проводим больше 10 подобного рода экспертиз, но далеко не во всех случаях устанавливается какое-либо психическое расстройство. В большинстве такие лица признаются вменяемые. Но каждый конкретный случай рассматривается индивидуально и с учетом всех имеющихся у нас обстоятельств. Только досконально изучив все подробности и обстоятельства происшествий, следствие установит основной мотив совершения этих двух преступлений, чтобы суд смог определить степень виновности ревнивых мужчин и вынести в отношении них свой окончательный приговор. Беспечность родителей или роковая случайность. В начале этой недели на пожаре в Рогачевском районе погиб ребенок. Возгорание произошло в то время, когда дома оставался только трехлетний мальчик. Что могло стать причиной трагедии и почему следователи уделят внимание работе местной власти и энергонадзора? В репортаже Алексея Немкевича. В то утро в деревне Юдичи мама провожала детей в школу. Чтобы они точно сели в автобус, она сама привела их на эту остановку. От дома это достаточно близко и женщина не могла предположить, что за время ее отсутствия что-то может произойти с оставшимся одним маленьким Русланом. Здесь у нас недалеко вот остановка, здесь немножко. Ну, проводят, иногда они сами ходят. Ну, самый маленький мальчик почему-то в садик боялся. Она решила его запихнуть сама в автобус, чтобы он поехал проследить. Пока она там постояла, дом загорелся. Ребенок уходи спал. Бабушка Нонна одной из первых заметила дым. Заподозрив неладное, она побежала к дому сына. На полпути женщина услышала звук лопающегося шифера. Я пока добежала по улице, прибежала, здесь уже пламя большое очень. Начала кричать тут. Люди, папа, собирались, соседи повыскакивали. Прибывшие спасатели ворвутся в горящее жилище, но спасти трехлетнего малыша уже не смогут. Тело ребенка они обнаружат в углу комнаты. К слову, это уже девятый случай детской гибели на пожарах с начала 2018-го. То есть почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. Любое оставление детей без присмотра МЧС рассматривает как чрезвычайную ситуацию. И неважно, на сколько минут вы оставили ребенка одного, на две минуты или на несколько часов. Непоправимая ситуация может произойти в любое время в считанные секунды. Разбираться в случившемся и выяснять причину пожара в Юдичах предстоит следователям. Основной версией случившейся в настоящее время служит возгорание электропроводки. В ходе осмотра было установлено, что электричество к дому было подключено нелегально путем набрасывания проводов на силовую линию электропередач, идущую неподалеку от дома. Назначена судебно-генетическая, пожаротехническая экспертиза. В подтверждении этой версии недалеко от дома можно было увидеть брошенные провода. Как станет известно, семья с четырьмя детьми жила в доме без электричества. Самовольное подключение к электросети – достаточно частое нарушение. Особенно грешат этим жители деревень и частного сектора. Не пугает таких потребителей ни внушительные штрафы, ни в пятикратном размере от ущерба, ни опасность удара током и пожара. За примером таких подключений далеко ходить не пришлось. Эти кадры наша съемочная группа сделала в деревне Якубовка. Алексей Немкевич, Андрей Иванов, Павел Антонов – специальная для программы «Дефакто». Трагедии с детьми на пожаре – это одни из самых горьких происшествий. Ведь в них не только боль утраты, но и чувство вины. Именно взрослая, как правило, в ответе за такие события. Конкретно о случае в Рогачевском районе подобных примерах и предупредительной работе поговорим с начальником отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Дмитрием Галкиным. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Все случаи происшествия с детьми на пожарах, как правило, похожи. В чем их общая особенность? Да, вы совершенно правы. Случаи похожи одним из наиболее важных и главных условий, на которых гибнут дети. Не только на пожарах, но и в других ситуациях. Это оставление детей без присмотра взрослых. В чем конкретно доподлинна причина пожара в деревне Юдичи Рогачевского района? Сегодня доподлинная причина устанавливается, работают компетентные службы, проводится ряд технических экспертиз. Но одной из наиболее вероятной причиной и отрабатываемой версией является нарушение правил эксплуатации электросетей, электропроводки в данном домовладении. То есть те провода, которые были наброшены, о которых мы слышали в сюжете, наверное, имели место... Да, совершенно верно. Отец семейства делал это, скажем так, незаконным способом. Путем наброски проводов на линию электропередач. Получал электроэнергию. Соответственно, без каких-то приборов защиты электроэнергия поступала в домовладение, где были запитаны телевизор, холодильник, музыкальный центр. И, насколько мне известно, это продолжалось давно, да? К сожалению, да, это продолжалось давно. Естественно, он делал это, чтобы скрыть эти факты, но это имело место. Вот, насколько мне известно, семья находилась на учете, состояла на учете, потому что в ней пятеро детей. Ранее уже происходил пожар, и чуть не погиб один из детей в этой семье. Почему, на ваш взгляд, трагедия повторилась, да? И, может быть, не доработали субъекты профилактики, либо все-таки тут вина сугубо главы семейства? Да, вы все правильно говорите. Семья состояла на учете, как семья, находящаяся в социально опасном положении. Семья многодетная, она была в списках сельсполкома, Довского сельского исполнительного совета. Была под надзором органов образования, проверялась неоднократно смотровыми комиссиями при сельсполкоме. Но, к сожалению, как вы уже сказали, ну, в любой трагедии, тем более это детская трагедия, кто-то виноват. Виноваты, в первую очередь, это родители, которые оставили без присмотра малолетнего. Это случилось так, что отец семейства вместе с матерью один уходил на работу, а мать повела старших детей к остановке, чтобы посадить на школьный автобус. Ну, вот за какой-то промежуток времени, а это где-то 20-30 минут, произошла, к сожалению, трагедия. Дмитрий Алексеевич, насколько мне известно, это первый такой случай трагический с участием детей на пожарах в Гомельской области в этом году? Да, это первый случай. В прошлом году также был случай детской гибели в Добружском районе, позапрошлом случай в Калинковичском районе. Аналогичная практически ситуация. Также оставление детей без присмотра. Мать вышла буквально в колодец, который находился 50 метров от домовладения. И это на протяжении пяти минут случилась трагедия, которая привела, унесла детскую жизнь. Насколько мне известно, органы МЧС постоянно совершенствуют, модифицируют свою работу в отношении вот таких неблагополучных семей, либо семей, где дети находятся в социально опасном положении. Как на сегодня ведется подобная работа? На сегодня работа в данном направлении ведется не только органами МЧС, но и всеми заинтересованными службами. Мы еженедельно разбираем данные факты, как вы сказали, недоработки субъектов профилактики не только по детской гибели, но и гибели людей вообще на пожарах. И не только на пожарах, а гибели людей от внешних причин. Сегодня каждый случай у нас разобран. У нас сегодня проводится еженедельное, как я сказал, селекторное совещание в облсполкоме под председателем заместителя председателя облсполкома Привалова Владимира Александровича. Мы каждый случай разбираем, даем оценку субъектам профилактики, выясняем, разбираем причины и условия, которые способствовали гибели людей не только на пожарах. И, соответственно, реализуем тот комплекс мероприятий по исключению подобных случаев в дальнейшем. Какие, на ваш взгляд, моменты нужно доработать? Ну, я бы сказал, доработка заключается в том, что активизировать все-таки работу субъектов профилактики в рамках своей компетенции не только по отношению к детям, но и к взрослым. Разнеснять более подробно о том, что недопустимо все-таки оставлять детей без присмотра, ответственных за данное правонарушение, а это предусмотрено статьей 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Лишением свободы наказывается до трех лет. И, пользуясь случаем, я, уважаемые родители, еще раз хочу обратиться к вам, что данное в случае недопустимое оставление детей без присмотра, будь то это на две минуты, на три и так далее. Ребенок все-таки, он не понимает, он играет, он не видит опасности. Мне кажется, вот у некоторых родителей все-таки по отношению к правилам противопожарной безопасности какое-то притупленное чувство ответственности. Вот вы со мной согласны? Да. Не дооценивают до конца, что может произойти. Совершенно верно. Даже взять этот случай, который мы говорим, который произошел в Рогачевском районе, ведь был же подобный случай в этой семье, и это произошло в 2013 году, в мае, где эта семья играла во дворе жилого дома, во дворе стоял автомобиль, старший ребенок открыл дверь, естественно, дети проникли в автомобиль и начали играть. Мать это не увидела, ну а когда уже вышла из дому, увидела, что из автомобиля, из форточки автомобиля идет дым. То есть это была огненная ловушка, которая попала? Совершенно верно. И в результате этого младшая на то время девочка в этой семье Нона, она получила ожоги головы, голени, на ней горела кофточка. Без трагедии обошлось, но вот этот бы случай мог бы показать родителям... Судьба как будто предупреждала их уже о том, что... Но судьба все-таки в этой семье получилась немного по-другому, именно с планшем ребенка. Любого события есть причина и следствие. Накануне у нас отопительный сезон, и многие люди в сельской местности, в деревнях, уже начали пользоваться отопительными приборами, печками. Что вы можете посоветовать в плане безопасной эксплуатации данных отопительных приборов? Ну, в первую очередь, я хотел бы посоветовать подготовить свою отопительную печь к отопительному сезону. Это, в первую очередь, это прочистить дымоход пищи от сажи, выполнить весь... ну, побелить печь, замазать трещины, весь комплекс подготовить это устройство к отопительному сезону. Какие вот самые, скажем, распространенные нарушения выявляются смотровыми комиссиями в ходе проверки домовладений? Самое распространенное нарушение – это трещины в печи, это отсутствие побелки в печи, неисправность ее, то есть отсутствует дверца топливная, имеются другие неисправности, отсутствие притопочного листа. Что это опасно, это может привести к... Вот люди, мне кажется, многие не задумываются, кажется, ну, трещина возле там этой топки, что здесь такого, лежит притопочный лист, а на самом деле опасность есть? Опасность есть, и когда мы оставляем топящую печь с открытой дверцей, то происходит что, выпадение углей и на сгораемую поверхность, где отсутствует притопочный лист, и происходит возгорание пола, ну, и с дальнейшими последствиями. Очень часто эти проблемы не могут решить люди пенсионного возраста, да, в силу своего социального положения, в силу того, что они, может быть, остались одни, без присмотра детей и внуков. Могут ли им помочь, и кто это может сделать? Да, сегодня в этих категориях граждан есть определенная проблема в связи с тем, что они имеют преклонный возраст, они ограничены по состоянию здоровья, они не могут привести свою топительную печь в надлежащее состояние. Здесь на помощь приходит государство, существуют две государственные программы, которые позволяют оказать определенную помощь, в том числе и финансовую помощь, на устранение этих неполадок, не только по топительным печам, но и по ремонту электрической проводки, по установке автономного пожарного извещателя. Для этого необходимо обратиться в местный распорядительный орган, администрацию города Гомеля, райисполком, о том, что есть такая необходимость, изучат возможность компетентные органы, специалисты, и, соответственно, окажут помощь. Взять телефон и позвонить? Совершенно верно. Либо обратиться в письменную форму? И обратиться в письменную форму. Но это, что касается одиноких граждан, я бы сказал, социально увеземлемой категории граждан, но я в очередной раз хочу обратиться к детям пожилых, престарелых родителей, особенно это, что касается в сельской местности. Необходимо здесь сказать, что в соответствии со статьей 100 Кодекса брака семьи, такие трудоспособные дети обязаны оказывать помощь своим престарелым родителям. Здесь, уважаемые граждане, еще раз обратите внимание, в каких условиях проживают ваши престарелые родители. Необходимо оказание помощи. Тот же самое и очистить дымоход от сажи, установить автономный пожарный извещатель, ну и в целом провести весь комплекс мероприятий, чтобы ваши родители жили безопасно. К тому же, сегодня второй вариант, можно рассмотреть вопрос о предоставлении услуг Центром социального обслуживания населения. Такие центры находятся при каждом райисполкоме, поэтому вы можете туда обратиться, и, соответственно, специалисты будут закреплены за вашими престарелыми родителями для дальнейшего осуществления необходимой помощи. Дмитрий Алексеевич, большое спасибо за конструктивный разговор. Спасибо. Телезрителям напомню, что в студии программы «Де-факто» вместе с начальником отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Дмитрием Галкиным мы разбирались в причинах трагедий на пожарах. Далее в программе рубрика «Я очевидец». Наши корреспонденты подготовили для вас самые зрелищные кадры происшествий и забавных видео со всего мира. Дорожная битва попала в объектив регистратора американского водителя. Владелец джипа нарочно зацепил своей машиной перевозчика воды. И началось. Обиженный решил отомстить, догнал и повредил джипу заднее крыло. Тот долгу не остался. Включил заднюю передачу и дал по газам. Оба бампера в хлам. К счастью, обоих водителей до мордобоя дело не дошло. А это столкновение оказалось смертельным для жителя Майами. Владелец дж врезался в бетонную опору железнодорожного моста. После удара автомобиль разорвало на множество обломков. Машина загорелась. Звук от удара был похож на крушение поезда, сообщили очевидцы. Некоторые поначалу думали, что с моста упал вагон. Необычное видео из Австралии. Невероятная прыгучесть помогла избежать смерти кенгуру. Животное неожиданно для водителя выскочило на шоссе, но в последний момент перед самым автомобилем подпрыгнуло вверх и ушло от столкновения. Кадры из Саудовской Аравии, где в ДТП попал верблюд. У нас на дорогах встречаются лоси, а в арабских странах, как следует из этого видео, верблюды. Водителю повезло. Парнокопытная ввалилась в салон его авто аккуратно на пассажирское сидение. Проломила крышу и вдавила лобовое стекло. Взрослый верблюд весит около тонны. Этот крупный, возможно, и больше. Что такое море пива, узнал водитель внедорожника из Индии. Дельфином не стал, но от запаха хмеля еще долго не мог избавиться. Пока он оплачивал место на парковке, сзади в его машину въехал грузовик, который перевозил коробки с пивными бутылками. В дребезге разбилась половина партии, а это не менее пяти тонн. При этом никто не пострадал, но из ДТП все вышли слегка опьяненными. Заехать на склад с разгона легко. Для этого нужна небольшая помеха. Отлично подойдет двигающийся впереди мотоциклист. Попытавшись его объехать, герой этого ролика свернул на рампу и прямиком в ворота частного склада. Сорвал створку и оказался в помещении. Все с первого дубля, как у заправского каскадера. Еще одни кадры, достойные голливудских фильмов. В Чечне пожар на бензоколонке закончился мощнейшим взрывом. Пожар распространился на территории в 900 квадратных метров. В небо поднялся огненный гриб, а взрывной волной в частных домах выбило окна. К счастью, пожарные потушили возгорание. Никто не пострадал. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова